всем привет друзья с вами дима ванпойнт и мы продолжаем проходить grid legends предыдущей серии у нас было самое начало поэтому если вам интересно посмотреть на мои первые впечатления то вот здесь по сказочке сверху вы можете перейти и посмотреть на сегодня мы продолжаем как я уже сказал играть и у нас тут иллюминатор гонки на выбывание причем не абы где yokohama dogs друзья 29 марта 2020 года легкое задание потому что скорее всего скорее всего мы при ухты ж черт нифига меня занесло так с газиком нужно поаккуратнее как искать мы скорее всего займем первое место но я чувствую что как бы как бы вот эти вот первые места да у нас тут если я буду так дальше продолжать ехать то может быть первое место от нас и ускользнет хотя хотя смотрите пока что пробиваюсь очень неплохо и что я хотел сказать ехагама dogs друзья это у нас из предыдущих частей grid трасса переехала поэтому все ностальгирующие по первым гридом так сказать сейчас должны просто прослезиться потому что на этой трассе мы дрифтили ну и что нас тут по гоночке иллюминатор на самом деле все просто у нас есть таймер и последний кто сейчас едет он выбивается поскольку у нас здесь 20 пилотов я чувствую гонка будет очень долгая поэтому всю я вам ее показывать скорее всего не буду вы сами видите как я двигаюсь сейчас по решетке и скорее всего я займу первую позицию и буду ее держать но по трассе блин но честно говоря я думал что она будет такая более переработанная а по виду она такая же осталась как и было в самых первых ритах может быть это хорошо может быть это может быть это плохо решайте конечно же сами на самом деле но меня в любом случае сейчас захватывает чувство ностальгии блин ну что ж ты так тормозишь то а джан ferrari вот это я понимаю фамилия какая-то говорящая фамилия братан я я сразу чувствую из какой страны он так ну что вы так все тормозить проехать можно быстрее но пацаны ай меня занесло ай занесло я что-то перетормозил как-то надо аккуратненько вот тут вот так залететь я что-то резко на тормоз нажал потом резко на газ и все и машину повело то есть сделал максимально тупую вещь решил пока что проехать некоторые круги с видом от первого лица вот так вот без руля нет вид очень нравится и по мне он очень удобный но посмотрите на приборную панель что с ней почему она такая мутная почему такая не прорисованная и понятное дело что игра еще официально не зарелизилась но все равно что за бред блин почему такая панель что за фигля так патчики патчики ждем патчики ну что же осталось совсем чуть-чуть мы один на один и естественно я выиграл выиграл вообще без всяких тому проблем но знаете ford gt не чувствуется что это ford gt ну вот реально мне почему-то показалось что он достаточно какой-то медленоватый кстати забавно что эти ford gt не класса gt здесь они именно трек день встаньте сюда пожалуйста меня зовут йоми танака я уже три года являюсь ведущей гонщицы сэнека и намерена стать первой у нас не терки будут женщины чемпионов в истории нет не будут тогда терки давайте поговорим я не успел бед причинать как вы относитесь к тому что маркса ада нанял незнакомого вам человека ада любит вкладываться в тех кто подает надежды у нас вся команда такая но тут важно вот что этого точно достаточно чтобы пройти столько дисциплин и событий за один сезон нужен большой талант он у меня есть гоночная команда выживает не за счет стараний или благих намерений нам нужно побеждать но в принципе слушайте но она права она права и так у нас прекраснейший романтичный город париж видеть валентина манцы но я думаю победим о какие прикольные машины отлично так и вот здесь у нас будет все нормально плюс-минус прорисовано на это нас видом от третьего лица поедем слушайте но поджить и конечно это печалька что там панелька не прорисована была не знаю есть ли это на всех платформах вот на иксбоксе знаете это есть прыжочки дружочки у нас тут и кстати эти прыжочки дружочки могут вполне себе спокойно отправить нас в борт очень даже может быть и обещать эти прыжочки дружочки вот про что я и говорил вот про что я и говорил давайте вот сейчас по приколу 1 нас второй шанс дан мы просто объедем нахрен эти прыжки нам же за это ничего не сделают то что мы объезжаем никаких штрафов ничего такого так 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 ну чё началось то чё на блин машина очень мягкая подвеска ой-ой-ой-ой я его разозлил я его разозлил зря это сделал лауре диксон объедем так и метанака слушать а тут есть нас тактика они мне могут помогать да они могут мне помогать шикарно давай а можно а можно пожалуйста придержать там да ухтыж ай-яй-яй-яй-яй как я это не заметил как я это не за все не будем краю прижиматься сильно а вот она и наша башня и криво так юмита на к чё на сейчас делает она пытается его обогнать и в принципе по заданию мне как бы нужно не на первое место приехать давай 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 сеструха я тебя немножко протягиваю на первые места давай давай ну не тормози так медленно пожалуйста на фиг с тобой короче так что у нас там есть по тактике а это я сейчас время спрашиваю ох ты ж как я сейчас андре стирину поймал прыжочек шикарно так аккуратненько заезжаем блин тяжеловато ехать на самом деле на этой машине потому что подвеска слишком сильно гуляют тудым-сюдым и вот это вот проблемка у нас конечно из-за этого честно говоря о про что я и говорил просто подвеска дернулась я полетел за нос но смотри что происходит ну вот опять задняя ось разгрузилась и опять за нос братаны не сбивайте пожалуйста да не сбивайте что ты делаешь юбита на ка юми юми моника прыгайте я лучше объеду нос нафиг пять кругов страданий друзья как она хлюпает носом на торможении просто капец ай как тяжело этой фигнёй управлять вот именно в таких случаях не хочется трогать уровень сложности потому что черт возьми машина просто вот ты едешь ты с ней борешься первая кстати неприятная тачка в этой игре для меня пока что ты мне еще перевернись тут блин колесо пипец драла опачки ну что первый изи но посмотрите на нашу разбитую машину такое ощущение что ее бобры спереди погрызли черт возьми это не ниссан бобры какого фига так смотрите у нас появился стартовый экран где нам показывается история и так у нас сейчас тут пора потолкаться потом дальше идут навыки достаточно понятное и удобное стартовое меню я вам честно могу сказать потому что то есть быстрая гонка магазин прогресс кредит и все вообще понятно куда и чего карьера общение все что нужно гараж в гараже можно посмотреть на машины которые у нас тут есть смотрите что нас встречает что нас черт возьми встречает друзья и мне кажется фанаты не for speed most wanted сейчас должны просто смотреть на это и стекать слюнями потому что это именно тот самый это тот самый бмв м3 gtr охренеть это прикольно здесь очень много есть классных машин которые я обожаю например вот это opel astra v8 купе черт возьми какая она сексуальная просто охрененная тачка просто охрененно и есть легендарные легендарные пушки вот например r33 у нас будет фу р-33 блин по губам себе бра-бра-бра-бра-бра р-32 ё-моё у меня просто нет слов понятное дело что многие эти машины перетекли у нас из игре 2019 но тем не менее можно улучшать даже команду это классно вот помощь при заносах я хочу выключить длину гонки в карьере можно делать офигеть можно увеличить продолжительность событий в режиме карьеры просто офигеть посмотрите на это жесть кстати эта игруха поддерживает частоту обновления в 120 герц не знаю как там на playstation 5 но на xbox series x это есть но поскольку меня монитор не поддерживает 120 герц их тут у меня нету карьера у нас начинается с новичка здесь у нас тоже есть какой-то свой небольшой особенный путь мы можем выбрать на чем мы сначала поедем а давайте ради интереса поедем в электрическое вот это вот все дело и здесь я так понимаю нас просто кубки да и так кубок ягуара электрический ягуар сейчас мы покатаемся именно на нем это интересно электрик это дисциплина как дисциплин сири отличают не только автомобили это как раз вот новые тачки во время гонки пилоты могут использовать ускорение чтобы обогнать соперников ничего себе временное ускорение можно использовать один раз за кругом для этого нужно проехать через зону ускорения зоны ускорения находится в стороне от идеальной траектории движения так что наши гонщики сильно рискуют страсть воспринять заряд ускорения за случай крайней необходимости она уже может помочь ладно давайте попробуем это интересно электро и здесь у нас опять и к хама токс достаточно сложный трасс мне кажется такие автомобили ладно давайте начинать гонку гонка начнется так ну и что у нас тут тут все прорисовано я теперь буду каждый раз проверять прорисована нас панель или нет ой какая тишина ой какая тишина и заметьте здесь нет музыки режиме карьеры видимо на заднем фоне ничего не играет на заднем фоне играет только в режиме истории окно управляемость конечно ребята просто изи мы едем реально как на картинге тачками никуда ее не несет ничего вполне себе спокойно вообще без всяких проблем давайте обгоняем вот этих вот ребят какая тихая гонка это просто вот они сделали это специально чтобы мы наслаждались да вот этим вот отсутствием звука практически хотя мне кажется звук вот этих электродвигателей они немножко преувеличили должно быть все тише здесь как-то слишком слишком громкие они мне кажется но тем не менее блин почему нет музыки вот это грустно может привыкнуть там какие-то эпичные запилы так подождите это чё это он где-то и ускорение что ли надыбал а где он надыбал ускорение я там не видел а ты прям кларк где разогнался братан расскажи где ускорение взял сейчас мы вот тут проедем и чуть не видел скорее увидел ускорение может я дед там прошляпил может быть я чё-то не понимаю где мои ускорители а он я вижу на трассе память помечены где у нас есть ускорители что надо им обязательно попробовать воспользоваться пока что здесь в ближайшее время нету этих ускорителей не намечаются они но тем не менее я думаю что до них нужно доехать и посмотреть как это работает но работает скорее всего это просто как нитро ну блин они стоят в таких местах там можно улететь просто в забор мне кажется то есть эти эти ускорители немножечко ну не то что неправильно но они сделали их специально чтобы вот ты вроде бы мог по ним заехать но по такой траектории что эта траектория будет проигрышная немножко ну давайте сейчас посмотрим я хочу доехать до ускорителей так вот они вот они у нас но это что-то капец какой-то мне кажется так вот один ускоритель взял второй тоже взял так отлично готов к ускорению на какую кнопку а нашел нашел тут есть реально метро офигеть я шахрип офигеть это получается мы наполнили сейчас метро он смотрите что у нас происходит у нас электричка умеет ускоряться жесть просто жесть ускорение на электричке вот это я конечно понимаю я-то думал что по этим ускорителем проезжаешь они тебя типа ускоряют а на самом деле они просто пополняют твой запас нитро ну или запас ускорения но мы будем называть нитро потому что ну нитро мне кажется для нас всех это более понятно ну что же пополним опять нитрушечку сюда залетим и сюда залетим я готов к ускорению нас прямая как раз а и у нас вот так получается три раза можно использовать один раз нажимаешь кнопку и у нас сразу одна шкала улетает но он как это необычно не обычно на самом деле это думаю что это будет работать реально как нитро типа то насколько нажал кнопку столько оно и работает но здесь не так один раз нажал один раз вот так вот сработал и все oppose one я переборщил по моему это слишком сильное ускорение есть конечно же первый конечно же никак по другому у меня здесь не бывает так до пор Copa tent хотела повторчик посмотреть а повторчик оказывается не работает чтобы я не делал он не хочет адекватно что-то мне показывать. Давайте еще раз попробуем нажать и смотреть повтор. Может, сейчас он прогрузится? Нет, к сожалению, он показывает вот мне стоящих на месте ботов и ничего с этим не поделать. Какие бы кнопки я ни нажимал, вот как-то вот так вот. Но игра еще сырая. Очень мне хочется посмотреть, что у нас такое спешлс. Давайте зайдем сюда. Кубок Volkswagen Fan Cup. Отличное название. Мне это нравится. Мы сейчас будем ездить на Volkswagen Juke. Прекраснейший. Circuit Racing, друзья. Брэндс Хэтч. Царит оживление. Все предвкушения начала события. Элина, что ты думаешь по этому поводу? Не могу оторвать взгляд от стартовой решетки. Да и зачем? Очень сложно быть хладнокровным вокруг напряжения. Опять у нас Яня Борисов. Яня. Яня. Ну вот чисто русское имя Яня. Вы посмотрите на эти жуки. Они просто офигенные. Просто шедевральные. Ну полетели. Блин, он еще под хиппи такой бусик разрисован. Ё-моё. Какая красота. А внутри что как? Ну внутри тоже симпатичненько. Гоночный болид. Не отнять, не прибавить. Так. Ну тя-тя-тя-тя-тя-тя. Ребята, ребята, пропустите. Пропустите слегка, пожалуйста. Наоми Ван де Берг. Джан Клейн. Джан Клейн. Ну опять же, торможение у нас происходит просто при отпускании газа. Ну окей. Брэнс Хэйч я знаю очень хорошо, потому что в свое время в Форзе Моторспорт 6 я достаточно часто здесь катался. Вау! А жука-то заносит. Жука заносит, друзья. Вот этого веселого парня, хотелось сказать. Веселого жучка несет. Ну ладно, ничего страшного. Мы с ним справимся. И почему-то Яня Борисов, посмотрите, какая у него раскраска. Такое ощущение, что он на танке ездит. Это отсылочка, то что русские любят воевать? Или чего? Я вот не понимаю. Что за расизм в игре? Я вижу здесь расизм. Потому что Валентин Манцы, вот он едет тоже на веселеньком жучке, симпатичником, как у меня. Расизм! Расизм, нетерпимость к России. Русофобия, блин. Так, и обгоняем в данном случае Рика Скотта. Не, ну Брэнс Хэйч вы все прекрасно знаете. И я ее тоже прекрасно знаю. Она точно такая же, как была в рейс-драйвер Грид. Точнее, в Грид 2019. Потому что Грид там стал без рейс-драйвера. Блин, почему-то жука все время несет мимо траектории. Я не знаю, почему такое происходит. Может быть, потому что мои руки кривые. Скорее всего, потому что мои руки кривые. Но, тем не менее, жучочек вот в некоторые повороты заезжает хорошо. То есть, самое главное, наверное, здесь не под полным газом, сказать, повороты. Тогда вас относить никуда не будет. Давайте сейчас мы на это посмотрим. Хотя вот сейчас куда-то меня повело. И вот опять же, вот когда здесь везет автомобиль, ты не можешь это никак спрогнозировать. Это вот очень печально. Ну и, конечно же, приезжаем вполне себе спокойно вместе с такими вот салютами на первое место. Не, ну Жук прикольный. Конечно, вот это вот странновато выглядит решение вот наклейки сделать на фары в виде значков Пульсваген. Но, тем не менее. А теперь у меня новый баг на повторе. Смотрите. Тут все боты стоят, а я могу спокойно управлять машиной. Че с повторами? Че с ними не так? Я вообще понять не могу. Че за жесть? Блин, и остальное все не работает ничего. То есть, я могу кататься по трассе, у меня ничего нету, кроме тормоза и газа. Выключать я как-то могу? Там режимы фото, что-нибудь включить. Нет, ничего не могу. Камеры не могу повертеть. Вон, вертолет летит. Вертолет я могу посмотреть? Блин, просто капец. Какая же она срая. Ну, это жесть. Ну, и дальше по турниру у нас все так же. Брэнс Хэйдж, но только ночью. Или это не Брэнс Хэйдж? Нет, это не Брэнс Хэйдж. Это Брэнс Хэйдж. Это я не понял. Подождите, у нас написано это кубок. Ладно, я не понял. Мне показалось, что это было написано Брэнс Хэйдж, но, по-моему, это не... Может быть, я ошибаюсь. Наверное, я ошибаюсь. Да, это у нас просто инверсионный Брэнс Хэйдж, да? Да, у нас инверсия просто. Да-да-да-да-да-да-да. А я что-то сначала запутался. Но вот он зато Яня Борисов. Яня Борисов. А Борисов Петров... Слушайте, как много славянских фамилий, по крайней мере, я вижу. Почти славянских фамилий, хотя они, может быть, не совсем славянские. Да дайте мне кого-нибудь уже обогнать. Тут, блин, заняли всю ширину полосы-то, а? Что за... Что за вообще такое, а? Я не понял. У меня тут супервеселый Volkswagen. Я хочу на супервеселом в Volkswagen супервесело проходить гоночки. Слушайте, ну вот такой графон ночью. И знаете, что я могу сказать? Ну, как бы... Так как Грид 2019 реально. Вся игра, вся игра, это по сути, должна была выйти в 2019 году. Вот если в 2019 году она вот вышла такая, как вот сейчас, это было бы намного лучше. Потому что, ну, обычный Грид 2019, как по мне, он очень скучный. Ты просто катаешься, у тебя врум-врум, никаких особой задач нету, кроме, как приехать на первую позицию. И все. Что-то там Валентин Манцы. А, мы, получается, с ним за одну команду играем. Я только сейчас понял, почему у нас такая веселая раскраска. Только сейчас до меня дошло, что мы с Валентином-то... Так, ну вы что тут это, ребята? Ну, блин, остановились. Там ларек, что ли, с пивасом увидели? Что за фигня-то? Короче, мы за одну команду с ним. Только почему-то, как я стал с ним в одной команде, Валентин Манцы, блин, начал проигрывать. В отличие от истории. В истории там все было хорошо. С его ездой, так сказать. Очень странно. Здесь еще ведет себя коробка передач. Очень непонятно. Как-то в отсечку переключается. Вот сейчас почему мы так едем? Почему на четвертую нельзя перейти? Ой, да. В общем, тут еще доработок. Нужно много делать. Много доработок нужно делать игре. Вот сейчас показались субтитры, что что-то там сказали комментаторы, но звука, голоса этих комментаторов вообще не было. О, да. Чем дальше в лес, тем хуже. Вот сейчас даже. Смотрите, вон там комментаторы что-то вроде как говорят, но у нас-то голоса-то нету. То есть, как мне понять, что комментаторы что-то комментируют? Может быть, получается, здесь и музыка должна быть в карьерном режиме. Просто они что-то где-то нам портачили, из-за этого музыки нету. Хотя хрен знает. Может быть, это, конечно, с музыкой все-таки задумка. Но судя по тому, что голосов комментаторов я сейчас не слышу, но косяки. А-а-а, все, я понял. Мы слышим комментаторов не так, как в обычных гонках, типа эти голоса прям везде всегда у нас, грубо говоря, в наушниках. Мы слышим только там, где трибуны, потому что комментаторы, они же вещают все-таки на трибуны. Все, хорошо, ноль претензий, ноль претензий. Я что-то вот до этого, честно говоря, не допер, потому что, ну, привык, что в гонках всегда есть там что-то комментируется и происходят какие-то вот субтитры у нас там внизу, да, под машиной показываются, то мы обычно слышим этот голос. Но в данном случае тут они решили пойти по пути реалистичности. Вот, видите? Вот сейчас вот слышно было комментатора, точнее, слышите. Он сейчас говорил, его было слышно. Охренеть, вы прикиньте? У меня внезапно отключился Xbox. Я впервые такое вообще вижу. Да, я не думал, что у нас будет такой конец второй серии прохождения. В общем, ребят, да, вторая серия получилась достаточно сумбурной. Простите меня за это, я не ожидал, что нам не дадут проходить спокойно седьмой эпизод, пока мы не купим игру. А зарелизится она только получается вот завтра, потому что снимаю я это в 23-го числа. Поэтому, как бы так вот, прохождение у нас в любом случае продолжится. И также сложности я повышу, потому что на средней сложности, как вы заметили, достаточно просто играть. Ну и, конечно же, ждем патчи. Надеюсь, будет патч первого дня, потому что пока что это все очень сыро. И вы сами видите, у меня даже консоль внезапно вырубается. Причем это не от перегрева, ни от чего. Она просто взяла и резко вырубилась. Как это работает, я не понимаю. Но в любом случае, всем огромное спасибо за просмотр. Надеюсь, вы поставили лайк. Не забыли подписаться на канал, если еще этого не сделали. Ну и, конечно, нажали на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. С вами был Дима OnePoint. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok